Доброе утро! Сегодня пятница и это последняя пятница 2020 года, поэтому этот день должен быть максимально продуктивным, легким и интересным. Вы смотрите мое утро в студии Дарья Кулакова. Я с удовольствием в ближайшие 15 минут буду заряжать вас хорошим настроением на все выходные. Праздник праздником, но главная тема сейчас все-таки вирус. Многие думают, что зимой чаще всего болеют люди, однако это миф. Почему и какие еще мифы о простуде существуют? Мы расскажем прямо сейчас. Насморк, перышение в горле, бесконечное чихание. Простуда настолько частое заболевание, что только в США ею болеют миллиард раз в год. Вызывается простуда крошечными живыми организмами, называемыми вирусами. Около 200 вирусов могут вызывать простуду. Самым частым возбудителем является риновирус. Он поражает около 10-40% всех заболевших людей. Коронавирус вызывает около 20% случаев, а вирусы парагриппа и РСВ еще около 10%. Сегодня мы расскажем о шести мифах в лечении и профилактике простуды. Легче всего заболеть простудой в зимний период. На самом деле, все зависит от характеристик вирусов, вызывающих простуду. Например, риновирусы и вирусы парагриппа чаще вызывают вспышки инфекций осенью и поздней весной, в то время как коронавирусы и РСВ вызывают простуды зимой и весной. Заболеваемость аденовирусами не зависит от сезона года. Правда или миф? Миф. Можно простудиться при перепадах температуры, сквозняке, а также если находиться на улице с мокрой головой. Все эти факторы не играют прямой роли при простудных заболеваниях. Заболеет человек или нет, зависит от встречи с вирусом. Основным путем передачи является контактный, а не аэрозольный, поэтому прямой связи, например, между сквозняками и последующей простудой нет. Правда или миф? Миф. Вы простудитесь, если поцелуетесь с простуженным человеком. Поцелуй не является эффективным способом передачи вирусов простуды. Более 90% людей, заболевших простудой, не имеют определяемых вирусов в слюне. Правда или миф? Миф. Перцовка – средство борьбы с простудой. Данный метод может помочь в том случае, если перцовкой полоскать горло, а не употреблять внутрь. Правда или миф? Миф. Помажьте нос оксалиновой мазью, и вас не возьмет никакая хворь. Оксалиновая мазь – средство с недоказанной эффективностью. Это значит, что не проводилось прямых исследований пациентов, применяющих мазь, поэтому о ее эффективности можно только догадываться. Правда или миф? 50 на 50. Чесночный амулет. Рандомизированное клиническое исследование, в котором участвовало 146 человек, показало, что частота простуды была ниже в группе людей, которые получали чеснок, по сравнению с группой, получавшей плацебо – 24 против 64. Кроме того, продолжительность заболевания также была ниже у людей, получавших чеснок. Правда или миф? Правда. На этом все на сегодня. Спасибо, что провели это утро пятницы в нашей компании. С вами была Дарья Кулакова, и я прощаюсь с вами до следующей недели. Проведите последние выходные уходящего года нестандартным образом, чтобы успеть получить новые эмоции и впечатления. Но ни в коем случае не впадайте в пессимистичное настроение и не жалейте о том, что не успели сделать. Хорошего дня!